Всем привет! Сегодня мы поговорим о создании handpaint текстур, но не тех текстур, которые именно вручную рисуются, а тех текстур, которые используются на потоке, когда нужно, имея high-poly модель, сделать стилизацию под handpaint. Классное видео о создании именно рисованной текстуры, которая вручную, это вот видео Тайсона Мёрфи, можете найти его в интернете, Zombie Boost and Paint and Texturing. Здесь имея всего лишь Ambient Occlusion, художник при помощи кисточки, он добавляет сюда цвет, тень, то есть не имеет даже карты нормали, он на основании своих знаний рисует, просто тупо берет и рисует эту текстуру. Получается очень офигенно, можете посмотреть это видео, ну вот, конечный результат его. Вот, я конечно так не умею, но я поделюсь своими знаниями, как хотя бы подготовить такую текстуру уже под рисование ручками, под доделывание ручками. Обычно, когда вам говорят, что нужна handpaint текстура, подразумевается, что в игре не будет использоваться вообще шейдинг какой-либо, то есть не будет использоваться ни карта нормали, не будет использоваться там ни Rafness, Metallness, ни Specular Gloss, ничего. То есть это чисто голый диффуз, тени практически не просчитываются. Ну, на самом деле можно, как сказать, указать, что будут и тени просчитываться, но, по большому счету, в игре отсутствуют прямые тени, отсутствует вообще расчет теней, используется просто карта диффуза, в которой видны все детальки. Видео будет разбито на три части. В финальной части мы соберем текстуру этого паренька. В первой части я расскажу о тех вспомогательных текстурах, которые используются для создания финальной текстурки. А во второй части я расскажу о методах смешивания этих текстур с основным цветом, без которых, в общем-то, эта текстура и не может быть создана. Итак, что за текстуры нам понадобятся? Я в Photoshop их подготовил, вместе открыл. Первая – это текстура Ambient Occlusion, рассеянный свет. Я вообще по каждой текстуре отдельно расскажу, что они из себя представляют, как генерируются, а пока просто покажу их и все. Ambient Occlusion, вторая текстура – это Curvature, кривизна поверхности, и третья текстура – это Object Space Normal Map, карта нормали Object Space. Normal Map обычно выглядит вот таким образом, а Object Space она вот таким образом выглядит, то есть между собой вы их чисто визуально уже поймете, где какая. А это нам не понадобится, мы ее закрываем. Дополнительно можно еще использовать запечь текстуры Concave и Convex. Они показывают нам впадинки и выпуклости. Но, честно говоря, их можно вытащить из обычной текстуры Curvature, поскольку в ней есть показано черным цветом впадинки, белым цветом выпуклости. Но иногда художники предпочитают еще и запечь отдельно Cavity и Concavity. Запекалые текстуры в Marmoset. Ну, можете использовать для этого и Substance Painter. Тут кому что, кто к чему гораст, кто в чем больше разбирается. Лично мне было удобнее использовать именно Marmoset, потому что мне здесь, именно здесь удобнее настроить кейдж и настроить удобнее запекание. В Бейкере я указал печь карту Normali, Object Space, Ambient Occlusion и Curvature. Также у меня здесь было Convexity и Concavity, но это чисто показать, что они из себя представляют. High Poly модель выглядит вот так. Low Poly модель выглядит вот так. Но сейчас на ней, по-моему, текстура Curvature положена. Ну, не суть важна. Давайте я просто накину. Вот у меня Low Poly модель. Первая текстура это Ambient Occlusion. Это вот у нас такая текстура рассеянного света. Что это за текстура? Эта текстура показывает, как у нас свет распределяется по модели без учета прямых теней. То есть, если у нас... Извините. То есть, если у нас есть прямой источник света, давайте его как-нибудь вот так вот нарисуем, он освещает нашу модель, то половина нашей модели, она будет затемнена, половина модели, она будет освещена. Здесь, ну, как бы, на такую модель можно смотреть лишь с одного ракурса, а нам нужно модельку крутить во вьюпорте со всех сторон, вот так вот. И сделать так. Эта моделька должна выглядеть так, чтобы на нее, как бы, типа свет и падает. Ну, и одновременно он не прямой, он не отбрасывает тень. Но, тем не менее, тень, она все-таки есть. Плюс тень, она немного подчеркивает модель. Как видите, у меня здесь используется Flat Shader, вот Unlead. То есть, здесь, вот в отличие от этой модели, никакого нету блика от дополнительных текстур. Ни глостнесса, ничего. Но, уже одна только карта Ambient Occlusion позволяет добавить такой вот объем. Как она вообще генерируется? У нас, представьте себе, что есть какая-то сфера. На этой сфере по всему периметру есть огромное количество источников света, которые светят внутрь. Получается, что они освещают и эту сторону, и эту сторону. Они, в свою очередь, генерируют и тень. И, ну, эта тень, она со всех сторон еще и осветляется другими источниками света. То есть, получается, мы светим со всего периметра, а какие-то углубления, они остаются затененными. Например, где они могут быть на персонажа? Ну, вот, если посмотреть здесь, то это области там за ушами, впадинки какие-то, щелочки, где-то вот под веревочкой какое-то затенение есть. Есть затенение в паху, под мышками, в ноздрях. Там, где у нас, как это сказать, прическа немного, как козырьком стоит над головой. Вот все вот эти вот затенения, они у нас будут переданы как раз-таки в этой карте. Вторая карта, которая здесь будет использована, это Curvature, кривизна. Вот она выглядит таким образом. Карта серого цвета. Давайте открою в фотошопе, покажу. Вот, карта серого цвета. Черным выделены впадинки, белым выделены выпуклости. И вот, смотрите, если мы посмотрим на волосы, то волосы, они же у нас такие вот волнистые. И получается, что там, где волос поднимается, он светлый, а там, где впадинка, он темный. Точно то же самое происходит, и смотрите, воротничок. Края остренькие, они белые. Впадинки, если где-то здесь и есть, они вот черные. Пояс, брюки, складочки на штанах, складочки на рубашке. Выпирающие части беленькие. То, что находится внутри, оно черненькое. Формируется, ну, по какому принципу? Вот у нас есть low-poly поверхность, а вот у нас есть high-poly поверхность. Вот, допустим, вот такая вот какая-то. Эта вот маска, она серым цветом показывает участки, которые будут плоские. Давайте я их вот так вот черным обрисую. Это где-то вот здесь, вот здесь и, наверное, где-то вот здесь. А впадины, например, синим цветом покажем. Вот эти вот участки будут впадинами. А вот эти вот участки, они будут, наоборот, выпуклостями. Где-то вот тут еще и вот здесь. Вот таким образом формируется карта Object Space. Каким образом она вообще... Как использовать эти карты в текстурировании? Значит, есть такие режимы смешивания. Overlay, Multiply, Softlight, Screen и прочие. При помощи которых можно взять текстуру, вот эту вот корректирующую. И смешать ее с нижними слоями. И эта текстура будет либо затемнять, либо высветлять определенные участки на нижней текстуре. Если мы откроем Photoshop, то мы видим, что у нас есть вот такой вот закладочка. Ну, выпадающее меню, в котором написано Normal. Если мы снизу какой-нибудь добавим цвет, то у нас он разблокируется. И можно будет здесь выбрать Darken, Multiply, Linear, Lighten, Screen и прочие режимы. И видите, выбирая соответствующий режим, у нас изменяется все, что находится внизу. Если вы пользуетесь Substance Painter, то обращали внимание, что вот тут вот есть в настройках Softlight, либо Overlay. Это все то же самое. То есть принцип, который я сейчас немного затрону, он одинаков для всех пакетов. Начнем с Ambient Occlusion. Ambient Occlusion у нас обычно работает с режимом смешивания Multiply. То есть если у нас здесь внизу какой-то слой, давайте вот так немного осветлим, сделаем похожим на кожу. Если мы сменим режим смешивания с Normal на Multiply, мы увидим, что то, что у нас было белым, оно на нижнем слое никак не влияет. А вот то, что черным или слегка серым, оно нижние слои, как сказать, затемняет. Да, затемняет. Видите, вот цвет и вот цвет. Посмотрим, вот у нас цвет 191, 163, 131. И смотрим. 191, 163, 131. Ну, тут чуть-чуть есть влияние белого цвета, но примерно то же самое значение, что я и вот здесь вот показал. А темное, тут получается как? Чем темнее, тем у нас получается и больше зачерняется текстура. Если у вас сильно черная текстура, можете воспользоваться параметром Opacity и при помощи Opacity прозрачности вы немного ослабеваете влияние этой текстуры на вашу текстуру, которая находится внизу. Курвич работает чуть-чуть по-другому. Курвич работает с режимом смешивания Overlay, но перед тем, как рассказать об этой текстуре, стоит поговорить о двух других текстурах. Это Concave и Convex. Начнем с Concave. Как видите, у нас белая текстура и черным у нас показаны затенения. То есть, что это такое? Это вот, как я уже говорил про Курвич, там было затенение, но там в Курвиче у нас есть и затенение, и осветление. Здесь же мы в Concave используем только затенение. Если у нас есть Low Poly модель и есть у нас High Poly модель, это я так поверхность отрисовал, то у нас отрисовывается черным только вот эта впадина, именно вот эта вот часть. Это у нас, что у нас? Concave. Для того, чтобы посмотреть, что такое Convex текстура, это у нас такая же черно-белая текстура, но только наоборот. Здесь мы показываем выпуклость. Вот видите, ушко оно выпукло. Ну, здесь граница выпуклая, складочки, текстуры выпуклые, они показаны белым цветом. То есть, если нашу модельку взять, то у нас есть Low Poly модель, есть у нас High Poly модель. И здесь у нас белым цветом, точнее черным цветом, у нас будет показано все остальное, кроме выпуклости. Вот это вот черным, вот это вот все будет черным, а белым цветом будет показана только вот эта вот часть, на которой именно будет выпуклость. Все остальное игнорируется. То есть, смотрите, две черно-белых текстуры, одна показывает выгнутость, одна показывает выпуклость. их можно использовать и как маски каких-то для чего-то выделения и как отдельные текстуры черно-белая текстура Cavity, которая показывает впадинки ее можно использовать в том же самом режиме смешивания Multiply а вот как раз таки для того, чтобы использовать Convex текстуру для нее нужен режим смешивания не Multiply она как раз таки на обратный ему он называется Screen если мы возьмем давайте сюда какую-нибудь еще одну текстурку ну не текстурку, слой если мы возьмем режим смешивания Screen то увидите, что мы как раз таки немного подсветили все наши выпуклости режим смешивания Overlay как раз таки является смесью этих двух режимов Multiply и Screen может быть, конечно, я чуть-чуть ошибаюсь но суть такова, что у нас идет в Overlay половина темных цветов половина светлых цветов а средние цвета это вот серые цвета и нам нужно сделать так, чтобы серые цвета не изменялись черные цвета затемнялись, белые цвета высветлялись и вот этот вот режим смешивания Overlay он как раз таки так и работает видите, у нас базовый цвет где он тут 190, 161, 61 ну смотрим 192, 164, 63 ну разница плюс-минус где-то там в 1, 2 тона будем считать одинаковая может быть, где-то здесь просто чуть-чуть темнее сама карта Кирвича но темные цвета затемняются белые цвета высветляются то есть еще раз повторюсь режим смешивания Overlay он берет и смешивает между собой Screen и Multiply и вот получается уже имея две этих текстуры Кирвича и Ambient Occlusion уже можно передать объем смотрите, как это работает вот у нас мой персонаж вот видите, ну шейдинг абсолютно плоский здесь нет ни карты нормальной, ничего мы сюда добавляем всего лишь Ambient Occlusion давайте создадим Fill Layer и в Fill Layer засунем всего лишь нашу текстуру вот видите, в режиме смешивания Normal мы получаем перекрытие основного цвета нашим затенением если мы меняем его на Multiply мы получаем уже вот такое вот затенение то есть основной цвет он слегка разбавляется игрой света и тени но точнее здесь игра не только света здесь в основном игра только тени если нам нужно показать объем персонажа нам еще нужно добавлять выпуклости почему? если у нас персонаж абсолютно темный то как бы темное затенение на нем объема не даст вот смотрите, если у нас есть какой-нибудь ну не знаю, черный телефон давайте нарисуем извините, свалилось вот у нас есть какой-нибудь телефон давайте нарисуем его желтым цветом не знаю, или клавиатура клавиатура, да? если она у нас абсолютно матовая черная, вытерта нет на ней ни пыли, ничего то мы видим просто плоский силуэт и все но клавиатура имеет фасочки вот эти вот граньки если у нас есть какой-то источник света который освещает клавиатуру и на вот этих вот фасочках играет небольшой блик этот блик у нас отражается в глаза так вот глазик давайте нарисуем вот и мы видим наш объем то есть абсолютно матовая клавиатура она за счет того, что мы вот тут вот имеем какие-то грани светлые за счет вот этих вот граней мы показываем еще и выпуклый объем для светлых теней получается нам ну по большому счету в принципе достаточный амбиент окружина а вот если у нас есть какие-то очень темные объекты то им нужно еще добавить не только распределение света ну для выпуклости но еще и для то есть для вогнутости но еще и для выпуклости и добавить таких рисованных бликов нужно за счет можно вот как раз таки этой кюрвачи либо же либо же можно использовать не кюрвачи а как этот все время их путаю конвекс да конвекс карту которая в режиме скрин нам вот так вот выделит наши фасочки грани или что там у нас на модельке давайте сюда еще добавим наш короче это я скопировал мультиплай амбиент окружина и сменим режим смешивания мультиплай на оверлей немного все высветилось это потому что мы исказили цвета при помощи мультиплай амбиент окружина и положили сверху еще оверлей он еще больше исказил тона нам это не надо мы нашу кюрвача берем чуть-чуть снизу кладем снизу амбиент окружин амбиент окружин нам нужен по самому верху чтобы шел и вот смотрите мы получается имеем плоскую модель вот она добавляем сюда немного подсвеченных граней мы показываем выпуклости затенением мы показываем ну можно сказать тень но это больше не тень а вогнутость и добавляем сюда еще амбиент окружин и как видите у нас получается очень-очень объемный персонаж разумеется это не то что у меня а вот здесь вот в итоге есть мешает вот это всего лишь я добавляю сюда два цвета но вот видите более красивый вариант но в исходном в исходе с этим уже можно работать мы подсветили как сказать выпуклости вогнутости и добавили распределение света по модели если сильно темно амбиент окружин ну значит берем его немного вот так вот осветляем вот что нам нужно делать если мы хотим работать ну исключительно при помощи кюрлоча подсветить лишь выпуклости либо подсветить лишь вогнутости можно нам нашу текстуру ну как можно запечь две дополнительных текстуры одну кейвити одну конвексити ну короче выпуклость и вогнутость вот а можно просто нашу текстуру кюрлоча превратить в две этих текстуры вот смотрите конкеев у нас белые и черные впадины конвекс черные и белые выпуклости если мы добавляем я меняю у кюрлоча режим смешивания на норму чтобы работать только с ней и она никак нижние слоя не искажала я добавляю сюда например курс и смотрите если я здесь убираю темные цвета да да темные цвета убираю превращая серый в черный то я получаю нашу текстуру конвекс если наоборот я убираю светлые цвета то я получаю нашу текстуру конкеев то есть благодаря левелсам можно превращать нашу кюрлочу текстуру в конкеев и в конвекс ну то есть получается работать либо со светлым либо с темным диапазонами соответственно потом уже для этого диапазона использовать либо режим смешивания мультиплай либо режим смешивания софтлай для подсвечивания выпуклости либо для затемнения впадин и эти текстуры совершенно не обязательно использовать для того чтобы создать распределение света и подсвечивание грани и вогнутости эти текстуры можно еще использовать как маски по которым будет распределяться ну например не знаю грязь или какие-то потертости давайте мы возьмем кюрлоча да и смотрите допустим у нас есть джинсовая ткань ну вот так и где-то вот в складочке там у нас появились вот такая вот гармошка у нас должна быть где-то грязь причем грязь мы не рисуем кисточкой а рисуем как-то процедурно если мы используем часть кюрлоча которая отвечает за вогнутости до кивити у нас можно сделать так что вот это вот места черные они как раз таки будут отвечать за то что здесь у нас больше будет распределяться грязи и например если мы хотим наоборот добавить потертости то у нас вот потертости вот здесь вот будут то мы можем взять и верхнюю часть нашей кюрлоча которая будем называть ее convexity да то convexity мы можем использовать для того чтобы вот подсветить вот эти вот грани и сделать так чтобы они были ну скажем верхний слой прозрачный а нижний слой под ним была какая-нибудь белая текстура которая показывала бы что здесь наша синяя краска потерлась и она стала белой то есть мы уже эти текстуры используем для каких-то генераторов там грязи либо как вот у оружия генерация сколов в царапин например можно еще много где использовать эти текстуры но основное это их применение для ambient inclusion можно кстати еще добавить такую текстуру как градиент тоже еще одна черно-белая текстура которая нам задаст у модельки стилизованной стилизованной текстуры распределение света по высоте что это такое ну смотрите у нас же персонаж он стилизованный и на нем идет должно быть такое стилизованное распределение света то есть чем дальше от земли тем он более светлый чем ближе к земле тем он более темный но это не значит что например сапоги у персонажа должен быть полностью черный а голова там выбеленная нет это условно оно добавляет больше такой вот мультяшности как это делается давайте для начала вернемся к ambient occlusion значит когда мы ambient occlusion запекаем мы же его печем по умолчанию на полную сферу то есть персонаж стоит в центре у нас есть сфера на которой находятся источники света и они светят все в центр и получается что персонаж он и снизу и сверху как бы одинаково светлый но если у нас персонаж или автомобиль или танк он все время стоит на земле он не переворачивается кверх ногами он там носа вверх не едет ну там или вниз не падает то желательно сделать вот такую стилизацию что чем ниже тем объект более темный можно конечно взять и запечь на полу сферу то есть мы получается обрезаем нижнюю часть и причем только сверху и тогда у нас получается что нижняя часть она более темная чем верхняя но как по мне честно говоря такой метод он себя немного урезает почему? потому что персонаж это или какого-то объект мы можем и перевернуть кверх ногами да а вот но при запекании на полу сферу мы себя лишаем части информации то есть как по мне гораздо проще запечь не на полу сферу а запечь на полную сферу а вот это вот распределение по высоте добавить при помощи градиента то есть у нас текстура которая чем выше тем она более светлая а чем ниже тем более темная вот такая вот вот тем самым как бы убиваем двух зайцев мы можем использовать и Ambient Occlusion от полного света да и также мы можем Ambient Occlusion использовать совместно с этим градиентом для того чтобы указать что у нашего персонажа например вот эта самая светлая точка а вот эта вот самая темная точка как это работает сейчас покажем градиент мы делаем таким образом если это Substance Painter например нам нужно добавить Fill Layer и сюда мы укладываем градиент он выглядит сначала не очень хорошо нам нужно сменить на 3Planar либо на Planar Projection Planar нам просто сверху донизу делает его абсолютно черно-белым и теперь регулируя абсолютно белый и абсолютно черный цвет мы можем нашего персонажа подсветлять давайте уберем чтоб не мешало можем подсветлять либо затемнять то есть если наш персонаж стоит на земле мы видим что ножки они более темные чем голова давайте сменим режим смешивания на Multiply и вот мы видим нашего персонажа кого-то с такого расстояния чек 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 то есть так мы можем персонажа нашего конечно и верх ногами поставить он будет одинаково но если наш персонаж все время бегает по земле то лучше ему нижнюю часть затемнить а верхнюю оставить неизменной ну давайте чуть-чуть поменьше сделаем затемнение например вот так вот либо можно при помощи настроек градиента указать где будет точка большего затемнения нормал например хард на сам или что у нас там есть настройках а вот баланс куда будет более белая более темная сторона тем контраст вот таким образом можно добавить еще разбавить нашу текстуру игрой света и тени также я сказал что нам еще нужна будет карта нормали казалось бы ну я вначале сказал что у нас будет объект без карты нормали однако нам она понадобится для чего карта нормали нам нужна будет формате object space почему потому что она нам дает распределение света и при помощи этой карты нормали и одного фильтра substance painter мы можем нам мы можем показать не только освещение при помощи градиента но и при помощи еще этой карты нормали то есть мы из самой карты нормали выцепим информацию о кривизне поверхности разница между high poly и low poly моделью и покажем ее на модели учитывая распределение света то есть у нас у нас не будет просто как выпуклась вогнутость а как выпуклась вогнутости еще мы можем показать что свет у нас падает например ну либо вот спереди либо сверху либо например вообще по диагонали и спереди и сверху ну можем вообще при помощи этой карты регулировать откуда у нас вообще свет падает хоть с какого угодно расстояния то есть мы ей регулируем направление нашего источника света посмотрим разницу между object space normal map и tangent space normal map и photoshop вот у нас привычная нам карта нормалей tangent space вот у нас непривычная нам карта нормалей object space разница между ними визуально налицо теперь давайте поговорим чисто технически в tangent space мы получаем разницу между high poly и low poly моделью исключительно между шейдингом то есть давайте попробуем нарисовать вот у нас low poly модель но она ровненькая а вот у нас high poly модель на но имеет вот такие вот какие-то бугорочки то на поле модели после запекания мы увидим разницу вот на вот этом участке и на вот этом вот участке почему потому что тут именно происходит вот эту вот бугристость давайте посмотрим на каналы у нас фактически вот везде серая ровная модель и где-нибудь вот здесь вот наверное да вот у нас носик есть вы видите что справа налево у нас есть светлый участок темный участок то есть мы таким образом показываем разницу между темным и светлым короче свет падает отсюда получается здесь выпуклость тут как бы затененный участок вогнутость не неправильно не выгнутость вогнутость просто выпуклость но сверх падает снизу а здесь все затенено на синем канале у нас получается что-то типа cavity то есть участке которые отличаются по шейдингу между low poly и high poly поверхностью они будут у нас затененные что же у нас получается в карте нормалей tangent space в tangent space у нас получается примерно то же самое только разница между high poly и low poly моделью она просчитывается в зависимости от положения объекта в пространстве получается что смотрите у нас красный канал отвечает за распределение света от снизу до верха причем тут используется еще и шейдинг модели видите вот она вот так вот закруглена здесь то есть не только как у нас в этой вот карте у нас вот красный канал он абсолютно плоский видна только разница в бугристости а здесь у нас видна полностью вся геометрия модели то же самое происходит и в зеленом канале то есть у нас получается свет здесь падает снизу вверх и разница идет зависимости от направления света в мировом пространстве мировых координатах и синий идет у нас распределение света спереди-назад то есть видите лицо белое впереди и чем дальше оно вглубь идет тем оно более затемнено получается таким образом если мы возьмем нашу информацию о свете да то мы используя фильтры да мы можем показывать где у нас будут светлые пятна и темные пятна не просто по свету а свет и плюс мы добавим еще детализацию от карты нормалей например давайте попробую объяснить так получается что если у нас есть допустим персонаж вот там стоит вот и голова туловище нога мы возьмем торс его да и на торт на торсе у него есть там рубашкой на рубашке есть какие-то вот складки я все сбоку типа показываю разрезано смотрите когда мы используем всего лишь оверлей и режим смешивания оверлей в котором находится кюрвачи да то киру при помощи кюрвачи мы подсвечиваем белым выпуклость вот тут вот а при помощи черного мы его тут подсвечиваем вогнутость да но это все равно что мы смотрим только вот так вот но имея карту нормали и информацию о свете но о том как откуда у нас свет распределяется мы получаем вот такой вот цвет да мы получаем что если у нас свет падает сверху то у нас затенение происходит вот здесь вот если свет падает спереди то у нас ну как бы затенение есть но они слегка видны где-то вот тут вот тут вот тут а а если свет падает у нас например вот отсюда то мы получается затенение видим вот здесь вот вот здесь вот и вот здесь вот а вот тут вот будут у нас как бы такие светлые участки то есть помимо того что мы выделяем рельеф при помощи кюрвача при помощи карты нормали object space мы выделяем этот рельеф не только и как если бы мы смотрели на него со всех сторон а еще из той стороны где мы откуда мы хотим такое распределение света получить это распределение света будет достаточно искусственным но в плане того что мы рисуем не фотореалистичную текстуру это будет такой вот контраст он наоборот подчеркивать эту текстуру открываем substance painter давайте отключим все что мы тут наделали так это у меня материал я здесь все отключаю так лишний отключил отставляем только распределение цветов и смотрите значит вот у меня есть фильтр который назвал слой который назвал light direction режим смешивания soft light можно overlay поставить но soft light мне кажется более мягкий будет что здесь есть здесь у меня есть генератор light в нем есть world space normal map object space который еще называется и текстура которая называется position position это текстура давайте я сейчас покажу она выглядит вот таким образом она нужна просто генератору для того что вы поняли где у персонажа находится там вверх а где низ ну то есть может на самом деле у нас на боку лежит и персонаж программа его неправильно поймет а так по крайней мере мы сразу видим где у нас есть вверх вниз право влево и так далее это удаляем возвращаемся к нашим баранам и вот смотрите давайте я сменю режим на нормах чтобы ничего не смешивало и просто показало что у нас тут есть я включаю отключаю включаю отключаю отключаю отключу каму и вот смотрите что получается так где-то у нас что-то тут влияет чему-то виднеются а вот это эйджики виднеется от оверлея включаем light direction и смотрите вроде как бы моделька у нас была вообще без ничего да и тут раз появляется как будто у нас есть карта нормали и карта нормали у нас она реагирует на свет причем реагирует у нас на свет так как будто он падает сверху то есть и спереди и чуть-чуть сверху вот у нас есть два таких ползунка один отмечает направление по горизонтали вращения то есть как свет у него будет вокруг персонажа вращаться второй по вертикали как он будет вращать ну как будет светом подпадать ему на затылок либо на лицо если мы эти ползунки покрутим то смотрите что получается base color видите да то есть это без карты нормали все вот мы вращаем свет и получается мы наш объект освещаем либо спереди либо сзади либо справа лево например освещение идет в данном случае справа здесь свет падает слева ну нам нужно чтобы он падал спереди ну и по вертикали то есть как у нас свет будет снизу либо сверху либо спереди сзади и вот таким образом видите мы заставляем карту нормали работать так как если бы у нас был источник света и он отбрасывал бы тень вот мы снизу освещаем вот мы освещаем сверху и где-то наверное вот чуть-чуть спереди это вот так вот будет видите таким образом мы можем ну может быть даже избавиться от градиента либо еще чего-то другой текстуры чтобы не запекать вот но на самом деле как бы градиент важен да он нам свет распределяет а здесь мы распределяем свет плюс еще чуть больше под под подконтрашиваем направление откуда у нас подсвечиваются детали от карты нормалей я немного постараюсь продемонстрировать так утрированно у нас есть персонаж на вот у него голова вот у него туловище вот нога и вот на туловище у нас здесь есть складка одежды я опять же таки утрированно показываю когда мы используем только одну лишь к выруча в режиме смешивания оверлей мы темным черным до подсвечиваем только вот эту вот область а вот эту область мы подсвечиваем белым цветом а вот тут вот у нас но неважно как свет падает да то есть либо спереди но получается мы как бы только по направлению нормали освещаем объект когда же мы используем направление света я буду использовать лишь одно только вертикальное показывает направление мы вот ну допустим вот так вот освещаем свет мы получается не только вот этот кусочек подсвечиваем а мы подсвечиваем еще и вот этот вот кусочек вот этот вот и вот этот вот а все что находится снизу вот здесь мы его немножко затеняем то есть мы складываем нашу подсвет от кирвича с подсветом от карты нормали с источником света и тем самым мы добавляем детали еще больше контрастируем нашу карту нормали которую мы не используем но мы из нее выбираем светлые темные участки для еще большего передачи для еще большей передачи детализации возвращаем все как было меняем на режим смешивания overlay либо soft light кому что нравится ну и я показываю что у меня здесь было в моей текстуре это edges подсвеченные впадины и выпуклости на основе все время забываю кирвича а о я им чуть-чуть добавляю проработку теней градиент которым я показываю переход от светлого до темной стороны но это три слоя которые на которых я показывал то что я запекал работу карт нормали и в общем то вот такой вот получается персонажик который который можно уже использовать в качестве начала для работы над hand paint текстурой где-то можно использовать этого персонажа именно как с уже готовой hand paint текстурой где-то можно еще тут добавить что-нибудь от себя то есть там добавить где-то маски где-то еще что-то добавить где-то протертости вкусовщины добавить вот такие вот текстуры используются для генерации hand paint текстуры еще раз повторяюсь это не рисованная hand paint текстура это текстура которая используется на потоке на конвейере когда вам нужно очень быстро сгенерировать что-нибудь наподобие hand paint текстуры в чем прикол использования такой текстуры ну во-первых это стилизация то есть очень многим нравятся мультики и всегда прикольно играть в какие-нибудь игры где что-то такое мультяшное не знаю тот же старый world of warcraft по моему в линейджи это кажется использовалась либо фортнайте по моему тоже есть именно такая мультяшная стилизация ну такая текстура она подразумевает то что будет использоваться в проектах где не идет расчет теней а расчет теней это все-таки очень такая серьезная нагрузка на железо еще эта текстура она ну не не использует для отображения свойства материала там металличность блеск и вообще карту нормалей то есть в шейдере у вас используется только одна текстура не 4 а одна то есть обычно это если PBR шейдинг у вас там еще идет текстура roughness металлнеса и карты нормалей либо спекуляра глосса и карта нормалей если это не PBR шейдинг то тут всего лишь один у вас диффуз и все а это ну грубо говоря в 4 раза меньше драуколов используется для обработки этого шейдера да такой шейдер не блестит он не играет на солнышке но по большому счету это и не подразумевается в проекте в котором будет использоваться такая текстура то есть что получается мало того что такая текстура она привлекает внимание за счет своей мультяшности так она еще и используется в тех проектах которые на любом устройстве будут ну просто летать по поводу вспомогательных текстур я думаю на этом можно подвести итог в следующем ролике я уже буду рассказывать о методах смешивания рассмотрим более подробно мультиплай рассмотрим более подробно оверлей с какими текстурами их применять как применять может быть где-то лучше заменить на какой-то другой метод смешивания ну я думаю для новичка это будет тоже полезная информация ну и минутка сама реклама куда же без нее если у вас есть какие-то вопросы по трехмерной графике по развертке по моделингу по запеканию можете писать либо в комментах под видео либо в группах вы к либо фейсбука я часто там отвечаю и новичками и достаточно опытным ребятам у тех у кого есть вопросы если у вас интересует какое-то обучение со мной ну например в формате вопрос-ответ у меня вот есть вопрос расскажи о нем пожалуйста более подробнее опрос такой можно устроить пишите либо в личку либо опять же таки в группе договоримся также бывает меня часто спрашивают ребята какую школу можешь посоветовать если интересует ну там именно курсовое обучение там вот такого-то до такого-то я всегда советую своих друзей это школа онлайн обучения и оффлайн обучения artcraft я ссылочку дам в описании ребята это не реклама просто я знаю людей с которым которые там преподают с кем-то я работал с кем-то я просто знаю знаю как классных специалистов ну если бы какая-то реклама то скорее всего тут бы где-нибудь вылез промокод этого нету это просто лично от меня так что спасибо за внимание то что посмотрели это видео если интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь этим видео до встречи в следующем ролике 73 bye bye